Я не знаю, о чем вам сегодня еще рассказывать, и осталось ли вообще о чем говорить. Цена на исторических максимумах. Уолл-стрит заносит сотни миллионов долларов в биткоин. Большие компании строят всякие штуки на эфириуме. У нас уже есть децентрализованные приложения, Lightning Network. Я думаю, что мы уже всего добились. Мы все сделали. Мы победили. И теперь просто нечего обсуждать. Потому что мы выиграли, правильно? Все, что мы раньше делали, это просвещали людей, чтобы крупные инвесторы с Уолл-стрит наконец-то осознали и поняли, и пришли в биткоин. Но теперь-то мы видим, и я практически уверен, что как только мы получили подтверждение со стороны банкиров, и когда гигантские корпорации стали использовать эту технологию, то это означает, что мы выиграли. Мы одержали победу, ребята. Или, может, все-таки была другая причина, по которой мы это делали? Возможно, мы не должны сейчас праздновать победу с вами. А нам следовало бы вспомнить, по какой причине мы этим с вами занимаемся? Почему блокчейн? Почему децентрализация? Почему открытые системы? Открытые сети? Для кого это все? Для чего? Для кого и зачем мы строили эти технологии? Почему нам так нравится эта технология? Что нас так возбуждает в ней? То, что мы полетим на Луну? Или все же это потому, что полет на Луну сопровождается постройкой ракеты? И на самом деле, это гораздо больше о ракете, не о назначении полета. Потому что, если рассудить по-умному, то мы не летим на Луну. Может быть, мы летим на Марс. Может быть, мы летим к звездам. Кто знает. Но реально, все это было больше про ракетную инженерию. И почему? Потому что мы заботимся о достижениях своих целей. И децентрализация – это не цель. И блокчейн – это не цель. И блокчейн – это не цель. И увидеть подтверждение со стороны Уолл-стрит – это уж тем более не цель. Или, как минимум, не моя цель. Какова же цель? Я долго думал над тем, как же объяснить себе и всем, что все еще важно для нас в этом пространстве. Чего мы пытаемся достичь и какие у нас цели. И для меня, бесспорно, ультимативно, главная цель – это честность. Итак, как же нам достичь честности? И честность – это не про результат, и не про достижения, и не про занятия определенной ниши в обществе. Это про то, как нам добиться честного общества, справедливого общества. Потому что встречаются некоторые, небольшое количество обществ, где все происходит достаточно честно и справедливо. Что же особенного в этих обществах? Какой магический ингредиент у них есть? И как вы можете получить такую справедливость на глобальном уровне? Так что для меня это вопрос первой важности. И децентрализация, и блокчейн, и алгоритм консенсусов – все это компоненты, механизмы, чтобы достичь справедливости. И чтобы получше разобраться в этой ситуации, я хочу вам рассказать одну историю из своего детства. Историю о справедливости, и о том, какой лучший метод, чтобы достичь справедливости. Когда я был маленький, когда мне было 10 лет, у меня было два старших кузена, 11 и 12 лет, оба мальчики. И каждый день единственное, что они ели, это была картошка фри, или чипсы, как их называют в Англии. Папа с фритас, как их называют в испаноговорящих странах. Это все, что они ели. И каждый день у них был батл. Потому что моя бедная тетя жарила им целую сковородку этих папа с фритас. Но проблема была в том, что мои кузены имели абсолютно нечеловеческий аппетит. И каждый день они сражались друг с другом за эти чипсы. За то, кто получит больше картошки. Сражались из-за несправедливости порций. И каждый день мои кузены пытались обмануть друг друга. И это приводило к конечному итоге к насилию. И интересная вещь насчет справедливости в том, что если у вас нет механизма, который позволяет не прибегнуть к насилию, чтобы достичь справедливости, то насилие обязательно является следствием этого. То, как следствие, обязательно появится насилие. И в 12 лет, конечно же, это насилие было нелетальным, но также оно влекло за собой много криков, и моя бедная тетя все время была вынуждена готовить еще больше чипсов. И я не буду сейчас погружаться в инфляционные характеристики готовки большего количества картошки, но в целом скажу вам, что есть несколько вариантов, как избежать этого сценария с насилием. И моя бедная тетя пробовала все из них. Она пробовала правила диктатора. Она готовила чипсы и решала сама, кому сколько достанется. И, конечно же, это приводило чаще всего к революции. И мой старший кузен, который был достаточно большим, решал свергнуть диктаторство и власть моей тети и более честно разделить чипсы. И во всех этих сценариях с свержением власти тети и с попытками честно разделить чипсы было очень много проб и ошибок, и неудач потерпела эта вся история. Поэтому кто-то в итоге однажды предложил очень разумный вариант. И это простое решение называется «разделяй и выбирай». И это игра. Игра работает таким образом. Мои два кузена играли по ролям. Один из них разделял, а другой выбирал. Одному доставалось роль разделять всю сковородку картошки на две равные порции, а другому доставалось роль выбирать, кому какую порцию есть. И вы, возможно, тоже играли в такую игру и слышали о подобном механизме извлечения справедливости. И что этот механизм дает, так это то, что никто не сможет обмануть этот механизм. И причина, по которой никто не может обмануть эту систему, в том, что здесь... Ну, вы сами видите, в чем здесь причина, по которой никто не может нарушить эти правила. Потому что каждый заинтересован в равноправии в данном случае. Если один разделит порции неровно, то второй выберет большую порцию в пользу себя, правильно? И хватило всего буквально двух раундов этой игры, чтобы оба кузена поняли, что тот, кто разделяет, не имеет другой опции, кроме как быть честным. Потому что если он разделит порции не одинаково, то он проиграет. Но если он разделит порции одинаково, то оба победят. Получается, в одном сценарии один проиграет, а в другом оба выиграют. И нет ни одного сценария, в котором оба бы проиграли. Все, что вы должны сделать, чтобы достичь справедливости в этом случае, это убедиться, что ни один из кузенов не расторгнет соглашение. И это соглашение — это порядок шагов с помощью выбора награды или наказания. На выходе обеспечивает нам справедливый результат. В сфере компьютерного программирования мы называем это протоколом, в котором справедливость гарантированно обеспечивается рядом соглашений и последовательностью определенных шагов, прописанных в коде. И не требует вмешательства третьей стороны. Моя тетя больше не нужна, чтобы участвовать в разделе чипсов. И этот замечательный механизм убирает потребность в посредниках. Он дает уверенность в том, что моя тетя не может быть коррумпирована и выдать одному из своих сыновей больше чипсов. И это гениально, но как это рассмотреть на более глобальном масштабе? Мы ушли от систем, в которых были диктаторы, через системы институционалов, которые обеспечивали справедливость, и в конце концов переходим к автоматизированным системам справедливости, где честный результат обеспечен алгоритмом или протоколом. И это очень крутой и простой механизм системного правосудия. Вам не нужно больше следить за честностью, ее теперь выполняет протокол. Монетарная политика не работает сама по себе до тех пор, пока у вас нет справедливого протокола, которым является алгоритм Proof of Work, доказательство работы, на котором работает сеть Биткоин, согласно которому майнеры должны работать, и если они попытаются обмануть или схитрить, то они просто потеряют деньги. Поэтому никто не пытается нарушать алгоритм консенсуса, потому что все хотят майнить Биткоины. Протокол сохраняет объективность. Все, в чем вам нужно быть теперь уверенным, это только то, что майнеры работают по правилам. Вам не нужно теперь больше бороться за честность, за справедливость, потому что алгоритм сам ее обеспечивает. Справедливость теперь является натуральным результатом протокола, и все, что вам нужно делать, это следить за тем, чтобы все работало по протоколу. И, конечно же, найдутся многие, кто скажет вам, что вот этот протокол лучше, чем вот этот протокол. Но давайте не терять понимание, что у нас здесь есть. Это система, которая позволяет достигнуть справедливого результата среди множества участников, которые не доверяют друг другу, без потребности в промежуточном звене, чтобы подтверждать вещи. Все остальные вещи, которые происходят, это уже второстепенный эффект от этой фундаментальной системы, протокола, который не требует больше вмешательства третьей стороны для подтверждения справедливости. Мы убрали тетю. Мы убрали нужду в диктаторе, в родителе, в судье. И, сделав так, мы убрали все проблемы, связанные с этой системой, которая имела централизацию. Централизацию в форме авторитарной централизации, или также централизации в форме институционалов, которые также легко коррумпированы, чуть более чем полностью. И мы преуспели. И мы создали этот невероятно мощнейший протокол, и также создав среду, в которой люди могут создавать свои новые честные, справедливые протоколы, каждый день. Разделять и выбирать чипсы, которые были всего лишь первым шагом. И теперь мы делаем это с помощью Proof of Work для монетарной системы, для платежных каналов с помощью Lightning Network, где две стороны могут участвовать, обмениваться ценностью без вмешательства третьей стороны, не имея возможности ничего украсть друг у друга. У нас есть атомарные свопы, которые могут уверить в том, что две стороны могут безопасно обмениваться друг с другом валютами между двумя разными блокчейнами, без риска вмешательства третьей стороны. Мы достигли этого с алгоритмами стейкинга, и исполнением смарт-контрактов, и децентрализованных автономных приложений, и всех вот этих различных форм. Но во главе всего этого стоит все так же простая и понятная идея, справедливый, честный протокол. И сделав таким образом, мы заслужили правила безуправляющих. Мы заслужили эту систему, которая позволяет нам работать с ней без третьей стороны, без управляющих, без надзирателей. Мы заслужили правила безуправляющих. Мы сделали ее, убрав этого надзирателя, этого родителя, этого судью. Мы заслуживаем более эффективную справедливость. И как только мы преуспели в этом, появилась проблема, состоящая в том, что многие люди увидели, как мы преуспели, и думают, что они что-то упустили. Они не видят справедливый протокол. Что они видят, так это рыночную капитализацию. И то, что их будоражит, это что каким-то образом эти идиоты в интернете поняли, как зарабатывать деньги. И мы тоже хотим урвать часть этого пирога. И, собственно, вот они пришли. Миллиардеры с Уолл-Стрит, которые сейчас внезапно поверили, что это что-то существенное. Но они не поверили, потому что увидели честный протокол. Они, возможно, поверили, потому что они видят монетарную систему, которая это создает. Но они не понимают, почему это так. Им нравится результат, но они не понимают причины. И что же мы делаем в свою очередь? Задаем ли мы какие-то вопросы? Стараемся ли мы обучить их пониманию справедливого протокола? И как дать ему широкое применение и распространение для больших систем? К сожалению, нет. Что мы видим, так это, как многие люди аплодируют. Аплодируют миллиардерам, которые наконец-то додумались до того, что мы знаем с вами уже многие годы. Говорим им «добро пожаловать» и слушаем каждое слово, которое они нам говорят, как будто бы они мудрецы, которые наконец-то осознали ценность этой системы. Но не стоит себя обманывать. Они не имеют и представления, в чем ценность этой системы. Они не понимают справедливость протокола, которая лежит в основе этого. Все, что они понимают, это что каким-то образом мы поняли, как делать деньги, и они тоже хотят часть этих денег. И здесь как раз кроется ключевая проблема. Они попробуют всеми силами отказаться от справедливого протокола, который они не понимают, чтобы достичь своих реальных целей, которые заключаются просто в том, чтобы зашибать бабла. Так что, если вы думаете, что мы победили после подтверждения от банкиров и крупных инвесторов, и больших корпораций, и после того, как PayPal полюбил нас, то вы пропускаете очень-очень важную вещь. Все эти организации, которые сейчас подтвердили систему, такой, как она существует сегодня, не понимающие справедливость протокола, кроющиеся в ядре, они приложат все усилия, чтобы дискредитировать этот протокол. Они вернутся назад, к механизмам, которые они знают и понимают. Они скажут, «О, это замечательно, что вы достигли этого, но у нас есть идея, как нам перейти на следующий уровень. Реально масштабировать это, реально сделать это возможным для широкого использования, для мейнстрима. Мы знаем, как положить это на бирж, на NASDAQ, чтобы все было быстро и по всему миру, чтобы все в любой точке мира могли быстро получить доступ и участвовать в этом». И они скажут, «Да, мы знаем, как это сделать. Послушайте идею. Что, если мы снова тете позволим разделять чипсы? Нам не придется иметь дело со сложностью системы равноправия, где один делит, а другой выбирает награды, протоколы и все вот это такое. Мы просто не понимаем этот честный протокол, он выглядит для нас слишком сложным. Все, что мы знаем, это то, что проще, когда тете делят чипсы и всем хорошо. И вроде бы всем хорошо, и те, кто едят чипсы, тоже подумают, почему и нет. Если тетя разделит чипсы ровно, то всем будет хорошо. Но те, кто живут в Аргентине или даже греки, мои земляки, поймут меня, что проблема заключается в том, что тетя — это наше правительство. И каждый раз, когда мы доверяем нашему правительству разделить тарелку с чипсами, мы понимаем то, что по факту они пьяны. И что они делают? Они съедают все чипсы и просто избивают обоих детей. И они делают это каждый день. И дети умирают с голоду, а родители бухают, жрут чипсы, и, в общем, вы поняли. Но если вы попытаетесь это объяснить людям, которые никогда не имели такой проблемы, то они просто не видят причины для честного протокола. Они не видят причины, по которой вы должны убирать третью сторону, доверительное лицо, потому что эта сторона всегда работала на них. И все эти знаменитые миллиардеры и компании, которым вы сейчас аплодируете, они только сейчас наконец-то поняли, что биткоин здесь надолго и собирается остаться, что криптовалюты, децентрализованные приложения, блокчейны, все здесь, чтобы остаться. И они производят инновации и ценность по всему миру. Они посмотрели на эти вещи и сказали, «О, это фантастика! Это монетарная политика 21 миллиона монет замечательная, блестящая!» Но, если мы действительно хотим, чтобы это было на NASDAQ, то, что нам нужно сделать, так это выдать майнерам лицензии. Таким образом, это даст нам уверенность, что ни один из майнеров не производит нелегальные транзакции. Мы также должны выдать лицензии операторам узлов, нот, чтобы никто не мог производить никакие нелегальные транзакции. Короче, мы реально можем сделать эту систему большой, надежный и справедливый до тех пор, пока все будут нам подконтрольны. Все майнеры, все узлы, все будут идентифицированы, лицензированы и нам подконтрольны и подчинятся нашим правилам. Все, что вам действительно нужно, так это родитель, чтобы разделить вашу тарелку с чипсами. Перестаньте аплодировать. Начните вспоминать, зачем мы это делаем, что действительно, по правде, уникально в этой системе, которую мы с вами построили. Это не чипсы. Это система, которая производит честный результат без привлечения третьей стороны. И те же самые люди, кому вы аплодируете, хотят стать этой третьей стороной. Мы говорим с вами про правила без управленцев. И все, кто сейчас нас слышит и понимает, что, о чем мы говорим, то они, наверное, думают, что если там нет управленцев, то я могу быть управленцем в этой новой системе. И самый лучший способ это сделать, это купить как можно больше билетиков на этот аттракцион. И, может быть, это сделает меня управляющим. Мы все еще не приземлились на Луне. Мы все еще строим нашу ракету. И я просто хотел вам напомнить, что очень важно не забывать, для чего мы строим эту систему. Причина, по которой мы строим эту систему, это потому, что предыдущие системы справедливости потерпели поражение. Миллиарды людей по всему миру знают об этом не понаслышке. Это все потому, что нам нужен честный протокол, который не требует вмешательства третьей стороны. Вот почему мы это делаем. Спасибо большое. Привет, спасибо большое за просмотр этого видео. Меня зовут Андреас Антонополос. Я автор книг «Мастеринг биткоина», «Мастеринг эфириума», «Интернет денег» и прочих. Если вы хотите поддержать мой канал и мою миссию обучения и ликбеза по биткоину, то это открытая, полностью свободная Creative Commons лицензия. Вы можете делиться, шарить это, отправлять своим друзьям и близким. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал. Ссылка в описании. Спасибо большое.